Заходи кто хочет. Вот так выглядит запасной выход в доме номер 4А на улице Талсинской. Старую железную дверь украли, а перспективы установки новой на деревянной жильцов не устраивает. Соответствующей жалобой они выступили на встречу с руководством района, которая не так давно прошла во второй школе. А уже в эти выходные к ним выехал руководитель администрации, чтобы разобраться в проблеме на месте. Должна стоять деревянная дверь. Почему? Даже без замка. Но они установили сами железную дверь. Кто они сами-то? Жители. Она исчезла, ну ее украли. Мы деревянную дверь, им деревянная дверь не нравится. Когда дверь-то будет установить железная? В среду будет железная дверь. В среду будет железная дверь. Воскресное выездное совещание практически целиком было посвящено обращениям, прозвучавшим на встречу в микрорайоне Заречный. Недовольны работой управляющей компанией и жильцы соседнего дома номер 4. Не такого уж мы сраблили. Так, почему в этом состоянии? Скажи мне, когда он последний раз обрабатывался? Никогда. Никогда 4 не обрабатывался. Кроме того, стены украшают весьма странные рисунки. А в подъезде уже давно назрела необходимость в текущем ремонте. Похожа ситуация и в шестом доме. Здесь тоже подъезд находится в печальном состоянии. У нас сейчас создается по области план текущих ремонтов подъездов, фонд текущих ремонтов подъездов и план текущих ремонтов подъездов. Мы включим на 2017 год. А по остальным лицам 2018-2018 год. Однако наибольшее беспокойство жильцов вызывает состояние коммуникации и подвальных помещений. В подвале по 20-30 сантиметров стоят канализационные стоки. Трубы холодной и горячей воды находятся в ужасном состоянии. В месяц два... Только в этом месяце было два прорыва холодной воды. В подъездах стоит ужасный запах канализации. Подвал весь откачать, прочистить. Все должно работать устойчиво. Подвал должен быть дезинфицирован. И я в следующую субботу здесь у вас. В завершение в микрорайон Бахчеванджи местный житель высказал ряд предложений по повышению безопасности дорожного движения рядом с железнодорожной платформой. Его пригласят на ближайшее заседание комиссии в администрации района. Везде нужны средства, везде нужны люди, везде нужна ответственность, везде нужна контроль. Поэтому будем применять это все в полном объеме. Дарья Заснегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Дарья Заснегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Дарья Заснегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».